Единственное, что понравилось в то время, это был уже 86-й год, на руду стояла такая толпа для приема, что выбирать приходилось. И вот выбираешь из огромной толпы 50 человек, выбираешь в одну группу. Это с большим запасом. И говоришь, ребята, извините, больше набрать не могу, зал не выдержит. Потом, когда сравнившись с 90-ми годами, когда детей любых набирать приходилось, во дворах там за руку хватать на улице, чтобы хоть как-то заинтересовать, как-то привлечь, привезти в спортшколу. Но в 2000-х уже получше стало. В 90-е годы очень тяжелое было испытание для всех тренировок. Очень многие ушли, мы остались. Слава Богу, я связал свою жизнь, не жалею об этом. Да, я был просто тренером. Потом стал старшим тренером в МСО. Получается, уже 25 лет я работал на МСО. Мне очень нравится, что под ЗИДО в мире выпускается очень много книг, фильмов. Да, это наслуга, кто работает в Международной Федерации ЗИДО, кто работает в Европейской Федерации ЗИДО. Возглавляет ее русский человек Славичик Сергей Игоревич. Вместе с ним в одной группе занимались. Желание было огромное, создать школу сильную. Пришел. Малычевский Солен Романович, он меня еще больше стал поддерживать в этом человеке. И школа буквально за 4-5 лет лучше и лучше развивается. Огромное количество передействий с школы проводим, открытых ковров. Мы все время просматриваем всю школу. От борьбы своих детей начинаем дальше работать, исправлять ошибки. Зал, который намечен, построится на территории спорткомплекса СИГО. Если этот зал будет большого размера, и, конечно, для нас это будет палочка-вуручалочка, и, наконец-то, мы сможем в своем зале встречаться всей школой со всей Москвы. Сейчас в школе у нас около 900 человек занимается. Я не говорю о той работе, которую мы еще делаем до спортивной школы. Наши тренеры набрали еще детсадовские группы на бесплатные занятия, где финансируется московским спортом. И мы уже, тренируя по программе детского дзидо, готовим их уже в спортивную школу. Им уже нравится дзидо, и родителям нравится дзидо. Почему мы столько развиваем в Москве дзидо? Потому что, во-первых, хочется охватить вся круга, потому что круга немножко отличаются друг от друга. Центр Москвы и Крузинска – одна специфика детей. Ближе к окраине у нас ВИБЛ, например, там другая специфика, другие немножко тоже дети, другие родители, другие отношения. Мы сами работаем на общую команду. Ведь главная задача спортивной школы Олимпийского резерва – это результат. Играет музыка. Играет музыка. Нельзя пускать руки, надо идти вперед, надо совершенствоваться. Нужно детей зажигать, нужно так заинтересовывать, чтобы они не просто любили конкретный вид спорта, они должны полюбить и зал, и друзей своих. После борьбы, как бы он тебе не набросал сильного соперника, поклонись, скажи спасибо, поклон это знак уважения. И вот через эти все вещи, я думаю, что дети воспитываются и становятся лучше.